Глава шестнадцатая. Эквистрийские будни. Рарити возлежал на низкой кушетке, облаченной в безразмерный халат и с блаженным выражением мордочки глядел на нас сквозь экран монитора. Только что Алоэ и Лотос закончили делать ей массаж и тщательно отполировали рог пастой Гои, после чего оставили свою именитую клиентку в отдельном кабинете, где никто не мог помешать секретной беседе. Идею совместить приятное с полезным, проведя телемост между вновь открытым спа-салоном и контрлотским замком, предложил Майк. Действительно, королева драм просто мечтала стать первой клиенткой возрожденного заведения, а мы жаждали услышать ее историю и задать множество вопросов. Компромисса удалось достигнуть благодаря высоким технологиям. Как только весь пакет процедур завершился и оставшаяся в полном одиночестве Рарити разлеглась на кушетке, мы приступили к разговору. «Ох, это было колоссально!» — простонала она, блаженно потягиваясь. «А за столько лет девочки не только не растеряли свои таланты, но даже стали еще лучше!» А как же Умберто Нолли и его Академия Красоты? Твайлот не смогла удержаться от шпильки. Ремесленник. Убогий ремесленник! Все их оборачивание в золотую фольгу и посыпание бриллиантовой пудрой предназначено для куриц, которым некуда девать деньги. Цена безумная, польза никакой. А массаж? У тамошних мастеров слишком слабые руки. Настоящий массаж должен делаться копытами, иначе его и не почувствуешь. Нет, мои дорогие, после сегодняшних процедур я скинула как минимум очень много лет. Отлично! Рада, что тебе понравилось, солнышко! Мур лыкнула Твай. Надеюсь, ты не откажешься ответить на несколько вопросов? Разумеется. Но сначала скажи, чем окончилась твоя беседа с Пинки? Сразу по возвращении из Италии Твайлот заперлась с несостоявшейся монашкой в одной из комнат замка и разговаривала почти полдня, после чего попросила меня отвезти ее на аэромобиле в Панивиль. Там шефство над розовой поняшкой приняли Флатершай и Дерпи. Она почти в полном порядке. Пинкамина ушла. Не навсегда, конечно, тем не менее, через пару дней Кексик окончательно придет в норму. Сейчас, насколько мне известно, Флатти и Дерпи устроили экскурсию в Гиполис. Погода снаружи отменная, дождя нет, вовсе светит солнце, так что девочкам можно только позавидовать. Отлично, дорогая. Я знала, что тебе удастся вернуть ее к жизни. С нисходительным тоном признесла Рарити. Так вы хотите услышать мою историю? Да, в общих чертах. Хорошо. Тогда не будем терять время. Королева поправила огромный тюрбан из махрового полотенца, украшающий голову, и задумчиво сказала. На самом деле ничего особо интересного со мной не случилось. Три подруги пришли в Рим на рассвете. Дорога далась им нелегко, и хотя рано Пинки почти зажила, путешествие заняло значительно больше времени, чем хотелось. К счастью, Рарити немного знала итальянский язык, который начала учить в особняке Яматова, чтобы иметь возможность читать модные журналы и смотреть фэшн-каналы, транслировавшиеся в сети без перевода. Эта предусмотрительность здорово облегчила им жизнь. К сожалению, у путниц не было ни денег, ни вещей, которых можно было обменять на еду. От голодной смерти их спасла Пинки. В те времена пони были еще большой редкостью, их мало кто видел живьем, особенно здесь, в сельской местности. Так что появление подруг на улицах всегда вызывало повышенный интерес у прохожих. Заметив это, Кексик принялась работать на публику. Петь, танцевать, насколько позволяло раненое плечо, или даже просто заразительно смеяться. В конце каждого представления о Рарити и Applejack обходили зрителей, которые охотно кидали мелкие монеты или даже бумажные купюры. Разбогатеть было, конечно, нельзя, но на еду и лекарства хватало. Возможно, если бы Франческо Малетти не принял королеву под свое крыло, из этой троицы со временем вышло бы неплохая труппа бродящих артистов. К счастью, блистательный кутерье встретил ее с распростертыми объятиями. Как всякий гений, Франческо был абсолютно несносен. Самовлюблен, эгоичен, груб, жаден, вздохнула Рарити. Он осыпал меня множеством комплиментов, но я видела, что эта словесная мишура абсолютно ничего не стоит. Предложенный им контракт с юридической точки зрения был чудовищен, я по сути становилась его крепостной, но выбора, как вы понимаете, особого не было. Получив аванс и сняв небольшую квартиру в мансарде, я принялась вкалывать как проклятая, стараясь угодить всем капризам мэтра. Работа была столько, что спать временами доводилось по два-три часа в сутки. Девочки всячески старались помочь. Яблочко устроилось развозить товары по небольшим лавкам, а Пинки стала зазывалой в крупном торговом центре. Платили гроши, но на жизнь более-менее хватало. Это были тяжелые годы. Шла война, красивая одежда мало кого интересовала, иностранные заказы сошли на нет, модный дом балансировал на грани банкротства. Дошло до того, что мы стали шить мундиры военным. Понятно, что не рядовым, а для высшего командного состава, но все равно тенденция ужасала. «Казалось, что еще немного, и мы все трое вновь окажемся на улице». Рарити опустила голову, словно заново переживая прошедшие события. Временами было страшно читать газеты. Правительство Чичероны пало, не в силах справиться с кризисом. Следом юг и Сицилия объявили о своей независимости. До гражданской войны оставался всего лишь один шаг, но положение, неожиданно для всех, спас папа Лев XIV. Он вывел на улицы города швейцарских гвардейцев, которые смогли остановить надвигающееся кровопролитие, а затем с балкона здания правительства, палацца Монтичаторию, объявил, что возлагает на себя должность премьер-министра республики Северной Италии. В первый момент это вызвало шок, но авторитет понтифика был настолько велик, что его решение оказалось встречено с огромным воодушевлением. С тех пор папа совмещает две должности, возглавляет католическую церковь и руководит светским правительством. Впрочем, я отвлеклась. В самый разгар событий Эппл Джек случайно узнала о судьбе своих потерянных родственников. Оказалось, что Биг Мака, бабулю Смит, Эппл Блум, мою сестренку Свити Белль, а также Скутелу и Беп Сид приобрел некий миллиардер из штата Юта. Он перевез их в Солт-Лайк-Сити, столицу мормонов. На тот момент в США еще не стреляли, но мы помнили твои предостережения, Твайли, и потому решили действовать немедленно. Я взяла кредит под совершенно грабительский процент и купила билет на суперкоптер до Нью-Йорка для Эппл Джек и сопровождающего его лица. Если бы пони могли путешествовать самостоятельно, проблем было бы куда меньше, а так пришлось искать человека, согласного статию временным хозяином. К счастью, среди итальянских брони нашелся один хороший парень, мечтавший перебраться в Америку к родственникам. К этому времени регулярных рейсов уже не было. Частные компании на свой страх и риск гоняли коптеры туда-обратно, не давая пассажирам никакой гарантии безопасности. Сами понимаете, что и билеты стоили совершенно безумных денег. Уладив все формальности, Марчелло и Яблочко поднялись на борт, а я стояла у посадочного терминала и рыдала в три ручья. Прекрасно понимая, что шансов добраться доюты у Эпплджек совсем мало. В любом случае, мы расставались на долгие годы. — Значит, она в Америке? — спросила Дэш. — Да. — А тебе хотя бы примерно известно, где ее можно найти? — Разумеется. Только зачем искать? Она живет в Техасе, в городе Марафон, недалеко от мексиканской границы, и возглавляет тамошнюю полицию. — Что? — изумилась Твайлайт. — Яблочко стало техасским рейнджером? — Ага. Настоящая гроза бандитов. Мы с ней время от времени обмениваемся письмами. Последнее пришло полгода назад. Там было несколько отличных фотографий. — Жаль, что не могу показать. Они остались в тайнике с другими бумагами. — А почему во время нашей первой встречи в Риме ты заявила, что не знаешь, где она сейчас обитает? — Твайли, солнышко. Включи головку. Неужели ты думаешь, я стала бы распространяться о таких вещах в присутствии громил Дона Ковани? — Вот! — наставительно сказал я, поднимая указательный палец. — Вот, дорогие мои, с кого нужно брать пример конспирации. Твайлайт мотнула гривы, но промолчала. Рарити улыбнулась и продолжила рассказ. — Оставшись вдвоем, мы продолжили прежние занятия. Пинки перешла работать в небольшой театр, где выступала с короткими скетчами и сольными номерами. К этому времени она научилась тарахтеть по-итальянски совершенно без акцента, словно родилась и выросла в провинции Тоскана. Жили мы очень бедно, ведь помимо платы за квартиру и еду, прибавились ежемесячные выплаты по кредиту. После окончания войны положение изменилось к лучшему. Пошли большие заказы. Отвыкши от мирной жизни модницы спешно обновляли гардероб. Меня повысили в должности. Заработок тоже увеличился на порядок. От Applejack не было никаких вестей. Год шел за годом. Мои влияние в фирме росло все сильнее, а вот Малитти наоборот начал сдавать позиции. И его безудержная любовь к наркотикам и молоденьким мальчикам постепенно привели к печальному финалу. Безумные оргии, которые мэтр повадился устраивать в своем недавно приобретенном дворце, буквально разорили дольше Виторию. Инвесторы пришли в ужас и на срочном заседании негласно отстранили босса от должности. Франческо отправили поправлять подорванную тяжелую работу здоровья в закрытый горный пансионат, предназначенный для богатых безумцев, от которых устали родственники. А меня назначили управлять домом в его отсутствии. К этому времени я обладала обширными связями, была в хороших отношениях с папой, к тому же прославилась как компетентный и умелый руководитель. Это было особенно важно, так как при внешнем благополучии Дольче Витория находилась в глубочайшей долговой яме. К счастью, кредиторы не спешили банкротить фирму, что позволило выправить ситуацию. Постепенно мы смогли подняться и вновь стали приносить стабильную прибыль. Франческо провел в заточении три года и умер от инсульта. Формально с этого момента я становилась полной владелицей фирмы, но на самом деле она находилась в собственности совсем других людей, которые под ее прикрытием занимались различными финансовыми мхинациями. Настоящие хозяева скрывались в тени, оставив мне лишь руководство и платя жалования как обычному наемному менеджеру. Впрочем, не буду жаловаться. Моя зарплата была огромна. В таком положении дел не было ничего странного. Модельный бизнес очень зависит от внешней стороны дела, так сказать, пышного фасада. Людям нужен некий символ, икона, каким был Франческо и какой стала я. То, что большинство моделей создавались сторонними компаниями, никого не интересовало. Все покупали эксклюзив от Рарити. Сойди я в этот момент со сцены, и Дольче Виторио понес бы колоссальные убытки. Рарити невесело посмотрела на нас. Очень тоскливо постоянно чувствовать себя куклой, которую дергают за ниточки. По сути, последние годы я находилась в положении бедняги Малетти, с той лишь разницей, что моя резиденция располагалась в центре Рима. За внешней шелухой, всеми приемами, показами мод, зваными обедами и вечеринками, бесконечными интервью и фотографиями в глянцевых журналах скрывалась пустота и одиночество. Я пропустила момент, когда пинки стала меняться, в чем корю себя до сих пор. Нет, это не было душевным заболеванием. Просто наш кексик, в какой-то момент разочаровавшись в жизни, решил уйти туда, где спокойно и уютно. Я не препятствовал ее замыслу, наоборот, временами страшно завидовала. Особенно в последние три месяца, когда фирму купил клан Кавани. Так значит, эти гориллы не были захватчиками? Верно. Но зачем им было нужно держать тебя в заперти? Разумеется, из-за денег. Так, последняя сделка была проведена настолько беспардонно и нагло, что я не выдержала. Раньше эти люди старались сохранить хоть тень приличия, теперь же действовали так, словно я была домашней собачонкой, предназначенной приносить тапочки хозяевам. Услышав о моем намерении уйти, предварительно сообщив прессе всю подноготную их грязных делишек, мафиози пригрозили мне смертью и, по сути, посадили под домашний арест. Они не собирались оставаться владельцами дома слишком долго и лишь хотели с выгодой перепродать его какому-то бразильскому дельцу. Мой уход разрушил бы их наполеоновские планы, так что я стала заложницей собственного имени. Вот почему наша встреча прошла так неприветливо. Трудно улыбаться с приставленным к затылку стволом пистолета. — Бедная, — вздохнул Твайлет, — но теперь все позади. — Ага, — весело засмеялась Рарити. Теперь мафиоза кусает локти. За время работы я собрала немало компромата на них и прочих господ, так или иначе причастных к махинациям. Сразу после бегства мои доверенные люди переправили эти документы в редакции пяти крупных газет. Думаю, что взрыв получился колоссальный. — Подтверждаю, — важно сообщил Майк. — Шум вышел знатный. Весь вчерашний день римское радио только и дело, что передавало сообщения о разразившемся скандале. Общественное мнение целиком на вашей стороне. Репортеры кричат, что Италия потеряла одну из лучших своих представительниц, павшую жертвой преступников и мошенников. Думаю, вечером мы запишем радиообращение, в котором вы продолжите срывать покровы и перешлем его в Рим. Полагаю, это будет последним гвоздем в гроб клана Кавани. — С удовольствием! — улыбнул Саррити. — О, сладкое чувство мести! — Но что? Но что случилось с Эпплджек? Она смогла найти родню? — нетерпеливо спросил я. И да, и нет. Когда яблочко добралась до Юты, большая часть Султлик-Сити лежала в руинах. В местном штабе спасателей она узнала, что Биг Макинтош и Бабуля Смит погибли. — Что? — в голос скрикнули Дэш и Твайлет. — О, вы да. Их тела были опознаны и похоронены в общей могиле. — А меткоискатели? Что с ними? Девочки уцелели, но вынуждены были бежать, спасая жизни. Эпплджек кинулась их искать, но поиски затянулись на годы. Страну стрясала Вторая Гражданская Война. Миллионы людей погибли, десятки миллионов лишились крова. По дорогам скитались стабуны озверевших бродяг, готовых убить за половинку стухшего гамбургера. Очень быстро девочки поняли, что если они хотят выжить, им надо действовать как все, забыв о морали и прежних идеалах. Строчки из старой песенки «Ведь мы, меткоискатели, не любим лишних драк» окончательно осталось в прошлом. Их банда, квартет из Юты, быстро прославилась своей бесшабашностью и отвагой. Впрочем, в отличие от других, убивали они крайне редко, стараясь сохранить хотя бы каплю благородства и самоуважения. Эпплджек также не сидела без дела. Оказавшись в Техасе, она вступила в армию и прошла всю мексиканскую кампанию, возглавив кавалерийскую бригаду «Кентавра Юга». Была награждена тремя орденами и пятью медалями, а также получила из рук президента именное оружие. После окончания войны демобилизовалась в чине полковника и стала шерифом в марафоне. «Неплохо», — изумленно протянул твой, наша садовница — герой войны. «А что нормально?» — воскликнула Дэши. «Ей по-хорошему завидую». «Верно. У каждого свой путь», — философски заметила Рэйти. «Уже возглавляя полицию, она нашла таки нашу неугомонную четверку, и после долгого обстоятельного разговора Эпплблум с Витей и Скутеллу перешли на сторону закона, и только лишь бы псит осталась верна принципам вольной жизни. Вот, собственно, и все». «Значит, послезавтра летим в Техас», — сказал я. «Надеюсь, там не будет неприятностей». «А почему не сегодня?» — спросил Твайлайт. «Потому что Мститель проходит плановый ремонт. Нужно поставить на место плазменную турель и хорошенько проверить все, что только можно. Не слишком ли часто вы их ремонтируете?» «У нас всего три суперкоптера, и в случае чего замены не будет. Потому лучше уж слегка перестраховаться, чем остаться вообще без транспорта». «Ох!» — воскликнул Рэйти, взглянув на часы. «Через пять минут у меня сеанс Хуфскюра. Давайте прервемся и продолжим беседу позже». Дом Зикоры Кванг находился недалеко от нашего сали-жилища и вплотную примыкал к резиденции блистательный Рейнбудэш. Я заглядывал в него пару раз, когда требовалось решить проблему с водопроводом и канализацией. Как и все дома в Контерлоте, он был невелик и в то же время очень мил и уютен. Подойдя к невысокой калитке полисадника, я отодвинул щеколду и ступил на выложенную мелкой тротуарной плиткой дорожку. В ту же секунду послышался громкий топот копыт, и из-за угла выскочила маленькая кобылка. Поднимая клубы пыли на мертвом газоне, она подлетела ко мне и резко затормозила в нескольких шагах. «Привет», — сказал я. Малышка, не отвечая, внимательно изучала меня, склонив голову на бок. «Я тебя знаю», — наконец заявила она. «Ты вытащил меня из нехорошего места». «Верно», — улыбнувшись, ответил я, опускаясь на колено. Что говорить, маленькая смертница за несколько дней сильно преобразилась. Она больше не напоминала скелет обтянутой кожей. Ее тонкие ножки ступали по земле с детской неуклюжестью, но уже вполне уверенно. Голую кожу покрывал легкий пушок от растающей заново шерстки. Трудно было пока сказать, какого цвета она будет, возможно, что абрикосового или персикового. Переступая маленькими копытцами, кобылка приблизилась ко мне, и я погладил ее сухую гладкую сминку, мимоходом отметив, что опухоли подрастающих крыльев заметно увеличились в размерах. «Можно мне тебя укусить?» — не без робости попросила она. «Кусай». Изумленной такой просьбой ответил я, подставляя руку. На сей раз укус был значительно сильнее и болезненнее. Что за странная мания у этого оликорныша? «Пожалуй, пора прекратить поощрять ее баловство». Завершив свой странный ритуал, она довольно отошла на шаг и заявила. «А мы с Хвостиком вчера ходили смотреть, как тренируются Пегасы. Хвостик говорит, что скоро будет летать, как они, только выздоровеет крылышко. Мама Кван сказала, что у меня тоже вырастут крылья, я тоже смогу летать. Ты придешь на это посмотреть?» «Обязательно. А про себя подумал, что бедный Пегасик вряд ли когда-нибудь поднимется в небо. Зикора смогла пришить ему на место отрубленное крыло, но своих функций оно не сможет выполнять никогда, навсегда оставшись лишь декоративным элементом». «И где твоя мама сейчас?» «В доме печет маффины. К нам должен прийти гость. Ты не знаешь, кто это такой?» «Гость не имя. Так называют человека или пони, который приходит к тебе в дом с визитом, поняла?» «Ага. А кто такой визит? Его можно укусить?» Дверь дома открылась и на пороге появилась Зикора. Увидев меня, она улыбнулась. «Ну, наконец-то, мальчик. Я решила, что ты сегодня не появишься. Куся, пригласи гостя, как положено». «Заходи, пожалуйста», — важно произнесла кобылка. «Мам, можно я пойду к хвостику?» «Иди, чудо». Малышка сорвалась с места и скрылась из виду. «Значит, вы теперь семейный человек», — улыбнулся я, входя в дом. «Ой, не говори. Глупышка стала называть меня мамой с первого дня. «Проходи в гостиную, садись. Сейчас принесу чай и выпечку». После того, как чай был разлит по керамическим кружкам и съеден первый маффин, я спросил. «Ваше приглашение было очень неожиданным. Что-то случилось?» «Да, очередное невероятное открытие. Я решил и поговорить о нем сначала с тобой, прежде чем доводить до сведения нашей четвероногой компании». «Дело касается малышки... Как вы ее назвали? Куся?» «Дурацкое имя. Позже придумаю, что получше». «Это от того, что она всех вечно кусает?» «Трудно догадаться, верно?» — усмехнулась Зикора, машинально поправляя свежий бинт на правом запястье. «Вы поранились, когда готовили, или...» «Это сделала она?» «Она... Кто же еще?» «Разыгралась и тяпнула. Мозгов-то еще нет». «Это уже не смешно. Нужно как-то решать проблему с ее сомнительным увлечением. Я, конечно, не фетисов, но...» «То, что творится сейчас, еще ерунда. Настоящая проблема наступит, когда у нее прорежутся верхние клыки». «Какие такие клыки?» «Обычные, длинные и острые. Все дело в том, что Куся в некотором роде вампир». «Что?» «Вампир? Вы шутите?» «А как еще, по-твоему, называть существо, которому для жизни необходима кровь?» «Причем не чья-нибудь, а человеческая?» «Постойте, постойте. Мы с вами в некотором роде тоже вампиры. Если вспомнить о ежемесячных инъекциях понячей сыворотки. Нам она продлевает жизни все такое, но от этой процедуры можно спокойно отказаться. Здесь тоже самое?» «Нет». Ее жизнь целиком и полностью зависит от человеческого гемоглобина. Разумеется, помимо него, она должна есть обычную пищу, но без ежедневной порции крови ее состояние начнет постепенно ухудшаться, что через некоторое время приведет к неизбежной смерти. Облысение и дистрофия, с которой мы столкнулись, были вызваны отнюдь не голодом. «Как же она вообще смогла выжить?» «Как-как?» Кусала всех подряд, от чего постоянно получала по первое число. В конце концов, выработался устойчивый рефлекс. «Черт знает что!» «Ему понадобилось творить такое!» Не имею ни малейшего понятия. Ее генетический код перепахан словно плугом, жестко, но эффективно. Полагаю, над этим потрудился Ирвинг Пайфер или Лао Чанг. Генетики меньшего калибра просто не справились бы с такой сложной задачей. И тот, и другой работали по контракту на ТФМ, и, соответственно, могли быть папашами наши малютки. «Но зачем?» Подозреваю, что была сделана попытка сотворить боевую версию пони. Трудно, конечно, об этом судить на примере маленького, еще до конца не сформировавшегося существа, но иного объяснения у меня нет. Куси способны с поразительной скоростью регенерировать поврежденные ткани, по крайней мере, в три раза быстрее обычных поняш. На тех и так все зарастает, как на собаках. А тут происходит просто нечто невообразимое. Ее соотечественники способны затягивать легкие и средние раны на ходу без помощи медикаментов. Про переломы я вообще молчу. Плюс великолепное зрение и слух. Плюс возможность ходить только на задних ногах, сколько угодно времени, не теряя при этом равновесия. Они могут передвигаться как люди, верно, ходить, бегать, прыгать. А пальцы? Если им дали вертикальную походку, то создатели должны были позаботиться и о них. Ты быстро соображаешь. Укуси они еще не выросли, но, судя по всему, появятся годам к пяти. В каждом из четырех сегментов копыта руки будет по отростку, похожему одновременно и на короткое щупальце, и на палец, которые можно вытягивать и прятать, как кошачьи когти. Лира была бы просто в восторге. Разумеется, человеческая рука совершеннее, но благодаря этим приспособлениям наши оликорны могут пользоваться предметами и оружием, недоступным обычным поняшам. Помимо этого, есть еще целый ряд отличий. Я перечислил лишь самые основные. Поразительно. Чувствую, нас ожидает впереди немало открытий. Но зачем, скажите на милость, им понадобилось создавать их вампирами? Человеческая кровь повышает характеристики? Нет. Никакой практической выгоды делать их зависимыми от гемоглобина не было. Полагаю, что таким образом они надеялись контролировать своих подопечных. Без сотрудничества с людьми оликорны обречены. Впрочем, это только догадки. Возможно, позже я смогу рассказать тебе больше. А у вас есть идеи? Где их производят? Разумеется. И это главная странность. Чувствую, что самое сладкое вы оставили на десерт. Верно. Готовься кушать? Всегда готов. Ням-ням. Результаты тестов показали, что девочка рождена за пределами земли. Ням-ням. Что? Вы поосторожней, так и подавиться недолго. Кушай, кушай, дружок. Как тебе мое блюдо? Божественно. Но что заставило вас сделать такой смелый вывод? Куси родилась и провела первый год жизни в условиях низкой гравитации. Строение скелета, а также структура мышц не оставляет иного толкования. Затем, примерно пять месяцев назад, она прошла экстренный курс по укреплению костей и наращиванию дополнительной мышечной ткани, что хорошо заметно при внимательном осмотре. Полагаю, это произошло после того, как малышка прибыла на землю. Без такой процедуры девочка не смогла бы адаптироваться к нашим условиям. Как вы это выяснили? Не забывай, что Майк пустил меня в лабораторию. Поверь, здешнее оборудование способно и не на такие чудеса. Допустим. Итак, подведем итог. Наша кобылка-вампирка родилась в космосе, где провела первый год жизни. Затем ее привезли сюда, проапгрейдили, и вот тут начинаются загадки. Откуда она взялась у Фетисова? Вы не пробовали ее расспросить на эту тему? Пробовала. Не только расспрашивала, но и использовала гипноустановку, способную возродить забытые воспоминания. Все без толку. Почему? В мозгу малышки поставлен искусственный ментальный блок, отсекающий воспоминания. По сути, она помнит только то, что случилось с ней в последние несколько месяцев. Все остальное — закрытая зона. И вы не можете разрушить преграду. Я не специалист данной области. Любая неудачная попытка может привести к полному уничтожению личности. Да, это неприемлемо. У вас есть версия, откуда она могла прилететь? Может, девочка настоящая инопланетянка? Пони-вампир из глубин галактики? Спешите видеть новый блокбастер? Да нет, Максим. Она наша. Основой для создания оликорнов послужили эквестрийские пони. Я это гарантирую. Думаю, ее привезли с Луны. Ага. Я знаю, кто она такая. Лунная пони. Лунная пони. Верно. Но почему вы считаете, что именно оттуда? Подумай сам. Перед войной за пределами Земли постоянно проживало больше ста тысяч человек. Основная масса переселенцев обитала в двух лунных мегаполисах — Лунограде и Хайнлайн-Сити. Колонии в астероидном поясе на спутниках Юпитера и Марсе были невелики и полностью зависели от поставок извне. Не думаю, что их обитателям удалось выжить после прекращения снабжения. Согласен. Значит, Луна. Есть еще одно косвенное доказательство. Как только выяснилось, что Куси родилась за пределами Земли, я запросила всю информацию об инвестициях ТФМ в развитии космических поселений перед войной. Ииии? Они вкладывали чудовищные суммы в строительство нескольких крупных объектов в Хайнлайн-Сити, среди которых был современнейший научный центр. Это началось сразу после того, как Эквестрия оказалась запечатана. Понимаешь? Потеряв возможность использовать страну Пони как запасной аэродром, боссы корпораций кинулись еще дальше, в космос. За две недели до начала войны на Луну были переправлены семьи большинства руководителей ТФМ и союзных корпораций. Занятно. Да. Но имеется последнее, самое верное доказательство. Пайфер и Лао Чанг стали работать в лаборатории Хайнлайн-Сити сразу после ее открытия. На Земле генетиков такого уровня было всего трое. Меня за нелояльность, можно сказать, списали в расход. После чего, судя по всему, работу над совершенствованием Эквестрийцев поручили им. Но каким образом наши друзья с небес получили возможность навещать родную планету? Может, Куся сама попала к нам? К примеру, телепортировалась? Не думаю. Полагаю, магические способности оликорнов не слишком отличаются от способностей обычных единорогов. Впрочем, это пока только гипотеза. Гораздо проще предположить, что на Луне имеется работоспособный планетолет. Хорошо, конечно, что вы сделали это открытие, но оно носит для нас чисто академический характер. Ни вы, ни я в ближайшие годы туда не попадем. Это верно. Тогда зачем понадобилось беседовать от отец? Потому что не уверена в том, что о моем открытии стоит говорить остальным. Я имею в виду нашу болтливую пятерку, которая, надеюсь, в ближайшее время станет шестеркой. С одной стороны, информация о новой расе, ведь это, без сомнения, не мутация, а именно новая раса, может серьезно испортить настроение Твайлайт. С другой, если об оликорнах узнают наши враги, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Одно дело уничтожать милых и добрых поняш, плохо приспособленных для ведения боевых действий. Другое, воевать со специально подготовленными головорезами, способными пользоваться человеческой техникой. Есть от чего впасть в беспокойство. Действительно, дело непростое. И все-таки думаю, что Твайл и Рарити должны знать об этом. Они самые серьезные и ответственные, им можно доверять. Думаешь? Ладно, как скажешь. Полагаю, тогда мне следует пригласить их сегодня на маффины с чаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok